Обильные осадки в ближайшие недели, по прогнозам синоптиков, ожидаются в Шамкенте. Может ли это привести к паводкам? Насколько от вероятных подтоплений защищены жители прибрежных районов? И какова ситуация на местных водоемах в целом? Это в ходе воздушного облета выяснили сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям. Вот вместе со спасателями обстановку оценил и мой коллега Рауль Габитов. Весна в Шамкенте самая красивая, но в то же время неспокойная пора. Из-за постоянных дождей, реки или водохранилища на территории города в любой момент могут выйти из берегов и начать топить близлежащие дома. Такое уже не раз случалось, но специалисты ДЧС говорят, что в этом году основательно подготовились к любому сценарию. На случай паводковой ситуации мы подготовили более 5000 мешков с минералами для ограждений, также в запасе 18 тонн песка. В постоянной боевой готовности находится 992 человека личного состава, 90 единиц спецтехники и 60 мотопомп. На территории Шамкента расположено 4 водохранилища. Сейчас они заполнены от 16 до 80 процентов. И это норма, говорят специалисты. И хотя начало нынешнего года выдалось особенно дождливым, жители прибрежных домов по этому поводу спокойны. Примерно 5 лет назад возникла угроза подтопления. Тогда дамбу отремонтировали и привели в порядок. В последние дни было много дождей, уровень водохранилища заметно поднялся. Но мы не боимся. По словам спасателей, основная угроза исходит от мелких водоемов. Например, вдоль одной только реки Бадам сразу 6 участков вероятных подтоплений. По всему городу работают системы оповещения, которые каждый месяц проходят проверку. В случае паводка с их помощью мы дадим жителям сигнал, чтобы они успели собраться и уйти в безопасное место. Воздушный осмотр показал, угрозы паводка в городе на данный момент нет. Но расслабляться, по словам спасателей, не стоит. Ведь ближайшие дни обещают много осадков. Отмечу, в последний раз крупное наводнение в Шамкенте произошло прошлой весной, когда под водой оказались более 30 домов.